Большая презентация поможет вам быть уверенной в вашей практической части вашей работы, потому что на самом деле косметология все-таки часть большой классической медицины. И вопрос этот поднялся с того момента, как, пожалуй, я начала заниматься осложнениями от эстетической медицины, включая как пластическую хирургию, так и эстетическую медицину как косметологию. И количество осложнений стало постепенно нарастать. Но если раньше мы связывали это с большим количеством так называемой серой косметологии, и серых специалистов, применение серых специалистов с первых препаратов, то объем рынка и его данные достаточно большого маркетингового агентства, вы можете посмотреть, по 28-й год прогнозирует он, да, рост объема рынка инъекционных методик. О том, что это будет стабильная геометрическая прогрессия, 9% в год практически, конечно, количество инъекционных методик будет расти. Отсюда, наверное, страшный сон каждого специалиста. Количество осложнений будет расти не потому, что мы что-то делаем и так, в большинстве случаев, а на самом деле потому, что локдаунный период или период коронавирусной инфекции используется нашими пациентами в большинстве случаев, чтобы посетить, ну, специалистами это сложно назвать, чтобы специалистов не дойти, так как клиники закрыты, а дойти до людей, которые не имеют не только врачебного, порой, да, вообще никакого приближенного к медицине образования, и получить вот следующее осложнение. Каковы же причины в большинстве случаев? Для того, чтобы подчеркнуть вот момент, на предыдущей секции мы много говорили о том, что порой вводят препараты, не предназначенные вообще для инъекций, то есть они предназначены для поверхностного, исключительного нанесения, как косметики использования, то использование неоригинальных препаратов, нарушение условий хранения, или самый важный момент, нарушение условий транспортировки, это, кстати, касается особенно сложных филлеров, тех, которых вы для того, чтобы ввести пациенту, вы должны развести, подготовить, каким-то образом смешать, встряхнуть и так далее и тому подобное. Именно поэтому я призываю, в частности, покупать только у зарегистрированных, у официальных дистрибьюторов, потому что они чётко знают условия транспортировки, а у многих филлеров, в частности, сухие леофилизаты и пульмолочные кислоты, требуют не перемораживать, то есть соблюдение температурного режима, очень строгого. Если даже однократная заморозка произойдёт, к сожалению, физико-химические свойства данного субстрата очень сильно меняются, и, конечно, вероятность получить такое изложение, к примеру, как гранульматозный процесс, увеличивается. Ну и, конечно, не стоит забывать о том, что порой не все производители соблюдают требования ISO 13485, о том, чтобы рандомный контроль, то есть случайная выборка из производимой партии для контроля производимого препарата не всеми соблюдается, не всегда и не везде. И для нас это вливается чаще всего в чём? В том, что, к сожалению, пациент у нас становится всё более террористически настроенным, если позволите, уважаемые модераторы, мне так произнести. Очень быстро они сообразили о том, что если мы пишем исковое заявление, то доктор в большинстве случаев пытается с этой судебным урегулированием вернуть деньги и ситуацию предпочтёт закончить именно таким образом. Однако, игнорировать нельзя ответить. Вот, знаете, запятую, пожалуй, расставить придётся нам самим. И есть три варианта решения этого вопроса, и я предлагаю на ваш суд все три, ибо мам приходится как, ну, мне и моей команде, в частности, как экспертам Росздравнадзора, в том числе в судебных ситуациях, участвовать во всех трёх вариантах. Первый, пожалуй, самый сложный, однако я хотела бы, чтобы вы с ним ознакомились, потому что порой действительно, да, пациенты бывают разные, и обратившись даже к ситуации, уже доходящей до судебного иска, вам необходимо провести физико-химический анализ введённого препарата. Да, в идеале это, конечно же, шприц, который вводился, или остатки в шприце, который вводился для данного конкретного пациента. Именно поэтому я рекомендую, если у вас после проведённой процедуры остаётся препарат, храните его хотя бы ещё две недели. Не для того, чтобы его использовать кому-то, там, подружки, соседки, как почему-то думают наши иногда пациенты, а для того, чтобы в случае претензий со стороны пациента вы смогли произвести физико-химический анализ, получить официальное заключение лаборатории и снять с себя различные моменты подозрений со стороны пациентов. Потому что очень часто они говорят о том, что вы мне приклеили наклеечку от одного препарата, на самом деле ввели. Здесь приведены несколько лабораторий, но, конечно же, химическая экспертиза с одной стороны хороша тем, что она будет у вас специальным заключением, принимается судебными органами абсолютно, однако вам нужны образцы для исследования. Это, кстати, в основном больше, чем 0,2 миллилитра, 0,2 и больше. То есть меньше, гораздо сложнее. Дальше информация и цель, с которой вы хотите провести это исследование. Что делает лаборатория? Много разных пунктов, достаточно больших. Она использует разные физико-химические подходы, начиная от иммуногистохемии, заканчивая различной электронной микроскопией и прочими-прочими методами, для того, чтобы выявить активное действующее вещество, то есть активный субстрат, и остальные компоненты, которые, ну, скажем так, входят в состав. Не всегда это удается сразу, не всегда это удается с помощью одного метода. Порой приходится применять комплекс методов, и это, конечно же, во-первых, удлиняет по времени. Ну, вот один из вариантов, это наша совместная работа, также с лабораторией. Мы провели исследование ботулотоксина, одного из них зарегистрированного, и сравнивали его с зарегистрированным. Получили четкий анализ, в данном случае на полиакриламидном геле, сделали выявление молекулярной массы. Какие плюсы? Современная технологическая лаборатория, оснащенная по последнему слову, чаще всего находящаяся на базе крупного института, клиники и так далее, она способна вам ответить на вопрос, что конкретно находится в шприце. То есть от и до. Специалисты квалифицированные, большое сотрудничество, практически все лаборатории между собой знакомы. То есть этот вопрос достаточно решаем. Но, как всегда, огромные минусы. Стоимость данного исследования. Я когда спрашиваю, передаю шприц, я говорю, Светлана Леонидовна, скажите, что там у нас в составе. Так вот, на секундочку, коллеги, одно исследование для выявления, гиалуроновая кислота ли там, давайте так поставлю вопрос, стоит от 350 тысяч рублей. С официальным заключением. Это к вопросу о том, что... Хотя в рамках клиники, если вопрос идет уже о судебном порядке, в рамках клиники это, по-моему, весьма подъемная сумма. Второй вариант анализ химических веществ, которые вы вводите инситу, то есть здесь и сейчас. Напоминаю вам, что важные показатели, о которых сегодня уже говорилось, важные показатели жизнедеятельности ткани, один из самых больших индикаторов, важных индикаторов, которые говорят о том, что клетка дышит, клетка потребляет воду, клетка потребляет вещества, выделяет, соответственно, различные продукты жизнедеятельности в межклеточный матрикс, а межклеточный матрикс усваивает все это. То есть основным клеточным индикатором этого обмена является показатель PH. Так вот, этот PH указан не только для каждой ткани, не только для каждой клетки, Но если вы откроете инструкцию, и если производитель всё-таки отвечает за своё медицинское изделие, он предоставляет вам техническую документацию на медицинское изделие, в которой очень чётко указан PH для конкретного вот этого вещества. Причём, если это препараты, которые требуют разведения, он указывает PH как до, так и после разведения. Для чего это нужно? Для того, чтобы авторские методики не процветали. Потому что любая авторская методика всё-таки это отклонение от выщенного этого PH. Это простейший PH. Метер Яумов очень рекомендую иметь, скажем так, под рукой электронные с делением до сотых. Не дорого стоит на самом деле. Стоимость около 500-600 рублей на озоне. Это я не озон рекламирую, это просто такой вопрос, где быстро можно достать. Очень рекомендую иметь под рукой для того, чтобы, если у вас есть сомнения в препарате, пожалуйста, прямо здесь и сейчас, небольшую каплю выдавили, погрузили, вот здесь вот кончик видно, да, кончик такого PH-метра, погрузили PH-метр и сверили с данными технического файла. Если всё совпадает, можно выдохнуть и быть более уверены, и уже переходить к вопросу о том, что это совершенно не претензии к препарату. Однако, есть ещё более простой способ, пожалуйста, лакмусовая бумажка. Мы с командой изначально, когда планировали выступать и делать эту презентацию, хотели вам продемонстрировать таблицу, на которой в цветных красках для каждого ныне существующего сейчас на рынке филлера на основе гиалуроновой кислоты мы сделали показатель, вот такую цветную табличку. Но оказалось, так как у них всех практически период 7,5 или 6,5, то есть очень небольшой период градации PH-показателей, а экраны, в том числе мониторы, телефоны и так далее, очень сильно порой цвета искажают. Поэтому, ну, отбросив эту идею, мы пришли к выводу о том, что всё-таки больше рекомендуем к вам самостоятельно использовать либо PH-метр, либо дешёвые лакмусовые бумажки, они стоят около 80 рублей. Совершенно спокойно каплю капнули, сравнили, сколько должен быть PH, исходя из технической документации. Если есть отклонения, я рекомендую вам препарат отложить и официальному дистрибьютору об этой ситуации доложить. Потому что либо нарушены варианты условной транспортировки, либо это совершенно другая ситуация. Ну и последний момент, о котором я могу предложить вам в качестве такого коллаборации, совместной работы или возможных ситуаций, если у вас возникают нежелательные явления и осложнения. К сожалению, количество случаев, при которых пациент утверждает, что введена ему гиалуроновая кислота, по факту это совершенно иное вещество, причём пациент не всегда вам врёт. Он просто может быть уверен, что это гиалуроновая кислота, а тот, кто ему инъецировал, не до конца сказал всю правду. Так вот, имейте, пожалуйста, в своём арсенале предметное покровное стекло. Достаточно просто сделать небольшую иглой пункцию. Очень малого количества вещества, менее просеного зерна будет достаточно нанести на предметное стекло, накрыть покровным стеклом и привезти к нам в клинику Века Долин. Либо, если у вас хорошие фотоаппараты, хорошие способности к фотографированию, даже сфотографировать, но, к сожалению, без микроскопа у вас это не получится. Оптическую микроскопию мы готовы вам предложить. На основании оптической микроскопии можно хотя бы выявить, к какой группе, подчеркну, невозможно выявить, шитая это гиалуроновая кислота, это или не шитая, и так далее, и тому подобное. Но группу химического вещества, к примеру, силикон, полиметилметокрилат, гиалуроновая кислота, полиакриламид, масло, вы можете выявить. Это однозначно позволит вам выбрать тактику коррекции ситуации, если она возникла в случае нежелательного явления или осложнения. Вот один из вариантов, пожалуйста, у пациентки был удален гель, который она 16 лет назад вела в Республике Китай, утверждая, что это гель на основе гиалуроновой кислоты, абсолютно чистый, замечательный, самый лучший. В результате это полиакриламид с полиметилметокрилатом. Достаточно редкая ситуация, потому что обычно эти нерассасывающиеся варианты вводятся отдельно, либо тот, либо другой. Но самое худшее в них следующее. Они не отграничиваются фиброзом, то есть не успевают, не может организм от них отделиться, зато они постепенно проедаются или имбибируют все ткани, включая даже мышечную. Поэтому, к сожалению, когда пластические хирурги нам говорят, ну давайте мы возьмем удалим, тут ситуация прогнозиспессима, потому что удалить, включая, приходится мышечные ткани, это чаще всего ведет к нарушению мимики, различным порезам и так далее и тому подобное. На что, конечно же, пациенты не согласны. Однако, если вы вдруг, как вот с этой пациенткой получилось, если вы вдруг возьмете пациентку, поверите ее словам, что это гиалуроновая кислота чистая, вы, конечно же, начнете что вводить? Фермент гиалуронидаза. И получите осложнение и ухудшение состояния, потому что она разобьет, то есть фермент гиалуронидаза разобьет свой существующий матрикс, и вот этот полиметокрилат с полиатомиамидным гелем, он будет проникать еще дальше, еще глубже, имбибируя дальше и дальше и дальше, то есть будет ухудшение. Поэтому рекомендую, ну, надеюсь, не у вас возникшие случаи, если у вас есть подозрения о том, что эта ситуация не диагностируется, особенно на УЗИ, плохо диагностируется, да, отделить сложно достаточно. Пожалуйста, оптическая микроскопия. Я благодарю вас за внимание и желаю вам безопасной работы. Спасибо огромное за замечательное сообщение. Если честно, становится страшно. Представляете, до какой жизни мы дошли, что мы должны вообще определять...